Итак, дамы и господа, обещанные лайфхаки для массажистов, повышающие ваш процент лояльности клиента к вам. Например, многие спрашивают, сколько масла лить. У меня есть такие, которые льют много масла, оно даже стекает и капает везде. И все потом приходится в помещение убирать, просто перестирывать. А иногда, когда там много масла, они даже не выстирываются. Некоторые мало льют масла, но тогда получается, что, в данном случае у нас пациент без волос, на спине нет волос, но иногда горит просто кожа. А иногда, если есть волосы, так они прямо выдергиваются. И тогда получается вообще воспалительный процесс, забиваются луковицы, выдернутые, пустые маслом. И иногда, ну, как это часто бывает, иногда просто, ну, вот он собирался в талант поехать, там на массаж пойти, ему даже было стыдно пойти, потому что все ноги были красные. Вот у одного моего знакомого массажиста такой результат был у клиента. Соответственно, маслом дарится столько, сколько нужно. Это как понять? Если волосы есть, чуть-чуть побольше, да? Если нету, чуть-чуть поменьше. Но, как это определиться, вот чуть-чуть больше, меньше, это все индивидуально, на ваш взгляд, на ваш глаз. Но, чтобы, единственное, чтобы сразу не перелить, я рекомендую иметь дозатор такой, достаточно маленький. То есть, вы нанесли вот капельку, да? Размазали, растерли, где нужно. Смотрите, не хватает. Еще капельку маленькую, раз, добавили. Еще капельку маленькую, раз, добавили. Вот, проверили все части обрабатываемого участка. Вроде бы, везде ровненько лежит масло, да? Но, на будущее, вы думаете, ага, я перейду, например, на поясницу, а то вот есть немножко в волосяной части, да? Или перейду на шею, или там другую часть, мне может не хватить. Вы можете масло добавить себе немножко вот на тыльную сторону в руке. Чуть-чуть вот так размазать, чтобы не стекало. И когда вот мы обрабатываем, да, вдруг почувствую, что масло впиталось. То есть, это тоже бывает по-разному. У некоторых клиентов масло впитывается прям как будто бы кожа голодная, она прям его ест, бывает очень быстро, да? А в некоторых он наоборот еще лежит и потеет, и так, что наоборот, фирмописерабильно, да, бывает. Ну, в данном случае, просто как пример, рассказываю, да? Вот нам не хватило масла где-то здесь, да? Так мы раз, это руки, оп, оп, сняли. И уже мы можем работать, соответственно, и с двумя половинками одинаково. Вот такой вот небольшой лайфхак по использованию масла. А в следующем видео еще кое-что интересное расскажу.